всем привет с вами андрей вар сегодня будем играть в лэйдж офф вар немножечко по оттачим в лиге покажу что да как покажу вообще какие войска против каких лучше каких хуже какие у меня есть до какого левела я уже поднялся плюс в конце по открываю именно сундуки там по 10 сундуков меня будет именно от этой лиги и посмотрим что же можно выбивать вот за эти фрагменты за эти синие фрагменты можно ли что-то хорошее выбить первоначально мне попадаются противники немножко если честно жестковато я понимаю что их точные не вынесу и здесь можно за бабосик обменивать противников да мы просто выбираем нужного нам противника примерно вы понимаете кому вы можете снести а кого вы не можете снести и на основании это в принципе ищите сел какой-нибудь подходящего противника 45 звезд конечно же мы выносить не будем в этом видосе конечно же это просто тупо нереально на самом деле когда уже там градация идет выше на одну звезду на две звезды там просто анриал становится а вот когда противник примерно схож на ваш примерно что-то типа того по вашим очкам при том очки пишется вверху там тоже было написано то можно уже атаковать и можно пытаться его выносить здесь самое главное даже не то что там как ты красиво сделать на самом деле главное правильно построить тактику потому что первоначально я к себе подпускаю а затем набиваю немножко больше заряда и начинают своих выпускать за счет того что у меня стоит пушка она немножко поддевает и в этот момент начинает появляться мои войска а противник уже потратила 70 и 80 я уже не помню сколько там 70 80 на вызов этого солдатика пушка неплохо так закон трила которая стоит на башне а за счет этого у меня идет плюс плюс дополнительной энергии для того чтобы вызывать именно своих юнитов и сейчас начнется массовое унижение плюс здесь есть дополнительная кнопка скорость и с помощью этой скорости тоже можно будет усилить но для начала вообще для начала покажу что здесь есть именно определенные юниты для того чтобы уничтожать других определенных юнит то есть вообще есть 5 фракций есть красная синяя зеленая золотая и белая и каждая фракция отвечает за какой-то конкретный вид юнитов которым они наносят больше всего дэмэджи например красная фракция наносит больше всего дэмэджи солдатикам например синяя фракция больше всего наносит дэмэджи именно танком ну и так дальше например белая фракция наносит больше всего именно воздушным целям вертолетом летающим тарелкам короче всему такому если честно я еще ни одной именно летающие единицы здесь не видел то есть картинки видел видел что стоят но сам на самом деле еще ни разу не нападал на противников которых были бы вертолеты потому что но они жестковатые то минимум 3-4 звезды ну я честно тупо просто не потяну в не вывезу не вывезу своими танками именно 3-4 звезды при том у меня всего лишь один танк есть еще даже не вкачаны именно который лучше всего подходит именно для воздушных целей он так и называется там белый ястреб нормально так должен заходить по итогу это будет добавляться плюс именно к нанесению урона по воздушным цели но ладно хорошо здесь неплохо там dfmc и у него реально куча мелочи и в этот момент немножко он начал если честно как видите поджимать к моей базе я уже начал паниковать что он этой мелочи меня просто тупо додушит что я просто тупо не смогу ее повыносить но нет сейчас вы увидите что перевороты бывают что да я все-таки собрал яйца в кулак смог отдыхаться и снова начать именно наступать на его сторону при том вы можете точно также прочекивать во время боя тех юнитов которых против вас противник выпускает вы просто нажимаете на вражеского юнита или даже на своего юнита и он подсвечивается у вас в этой рамке и вы можете посмотреть какие статы он имеет против кого лучше всего бьет и что он из себя вообще представляет единственный косячок боя вообще единственных этот косячок что здесь нет ничьи нету ничьи а время есть при все равно бой не длится максимальное количество времени за которое надо противника снести потому что если мы не сносим противника вы сейчас увидите что если мы не сносим противника я вы без разницы кто то мы леваем бой, здесь нет ничьи, получается, что мы продули, не ничья какая-то, нет, 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 мы просто тупо продули, и за счет того, что нету ничьи, если мы вдруг противника не добили за отведенное нам время, это просто тупо минус, это слипочка, да, буду подбирать чуть-чуть слабее противника, на самом деле рандом настолько огромный, нам могут попадаться противники в три раза сильнее нас, и в то же время нам могут попадаться противники в три раза слабее нас, Вот противник этот, ну ладно, не в 3 раза слабее меня, но реально на треть так точно слабее, на процентов 30-40 он точно слабее, а это Unreal, просто он тупо не сможет вывести на своих 2-3 звездах моих 2 юнитов максимально на 3 звезды и моих 2 юнитов максимально на 2 звезды, это тупо нереально, при том, что у меня танк хорошо прокачан на деф, именно мой Люфкартер тоже хорошо так прокачан именно на атаку, плюс хорошую выстраиваю тактику, именно танк спереди, Люфкартер сзади, получается один другого прикрывает, танк реально очень долго может терпеть, а когда юниты здесь как у него не прокачаны, то это реально просто изичная победа, вообще идеально выносить, да, можно, можно легко выносить и можно легко сражаться, но в то же время у него 2 пушки, у меня еще нету 2 пушек, я еще свои защитные сооружения не настолько сильно прокачал, чтобы выставить на своей базе по 2 пушки, чтобы еще лучше, еще сильнее дефаться, но скоро, скоро, конечно же, у меня все это будет, так, я здесь уже начинаю, как видите, буквально тут прошло чуть-чуть времени, я уже начинаю его поджимать, ну а че-то тянуть, блин, реально противник не айс, противник очень легкий, и да, это первая победка, я зарабатываю свои фрагменты, плюс деньги, плюс нефть, все это мне надо, сейчас, как видите, у меня остается еще один бой для того, чтобы я смог протачить и набил еще выше в лиге, плюс очки, плюс, конечно же, фрагменты, плюс, конечно же, ресурсы, все это мне надо, Сейчас противник, если честно, попался немножечко сложнее, чем я, но, но, самое главное, правильно выстроена тактика. Я вам покажу сейчас, как надо быстренько сносить. У меня, как видите, есть практически все юниты. У меня есть красный, синий, зеленый и желтый. У меня единственного юнита, которого нету, это именно белый, который бы стрелял именно по воздуху. Все остальные фракции у меня, в принципе, есть. И все остальные фракции у меня есть специально против разного вида войск. У него просто охренительная машина, если честно, я таких еще не видел. Ну, реально очень крутая и бьет, ну, очень сильно. Турельку мою захерачила просто за один залп. Очень сильно. На самом деле, я понимаю, что у кого там 4-5 звезды, кто очень далеко прошел эту игру, кто очень сильно прокачался. Для них одна турелька вынос, это, конечно же, легчайше. То есть, они могут выносить и другими войсками. Но я, если честно, еще до такого не дорос. Играю всего лишь вторую неделю и понимаю, что у меня еще, в принципе, не сильно прокаченные войски. И поэтому, когда против меня играют какие-то реально крутые войска, я такой, блин, классные у него танки. Почему у меня таких нет? Классно, вот сейчас какая-то машинка такая типа гоночная, аля нос с пушкой тоже подъехал. И сейчас вот реально он очень классно дефает. Реально очень. Даже мои танки он быстро сносит. Плюс здесь я даже не видел раньше, еще буквально неделю назад, я даже не видел, что здесь есть яд. Да, есть специальные юниты, которые стреляют тем же ядом и реально отравляют мои войска. Если они все вместе будут в куче стоят, неплохо так травят. Плюс есть огромные взрывы, плюс реально защитные сооружения. Плюс те юниты, которые стреляют просто с полукарты. Как видите, я даже не вижу этих юнитов, которые по мне стреляют. Они стреляют где-то вон там, прямо от его базы. И уже критули мне выписывают. Тут есть криты. Здесь все, в этой игрухе реально куча дополнительных плюшек, которые вначале как бы ты не замечаешь. Вначале ты их не видишь. Но чем сильнее ты прокачиваешься, чем дальше проходишь эту игру, тем больше появляется реально крутяцких плюх. Там вообще всего-всего-всего. И наши юниты становятся все здоровее, здоровее, здоровее. Ну, я надеюсь, когда-нибудь у меня тоже здоровое появится. Просто очень сложно выбить на 4, на 5 звезд. Я вообще не представляю, как. То есть на 4 звезды, я думаю, через недельку у меня первый люфкатер мой появится. Где-то да. Через недельку, я думаю, у меня получится. Но следующий, второй юнит на 4 звезды, чтобы сделать... Блин, я даже не представляю, сколько мне придется играть. Потому что каждый юнит, чтобы прокачать, надо иметь, надо сносить других юнитов. То есть, чтобы прокачать юнит на следующий левел, на следующую звезду, надо пожертвовать несколькими юнитами такой же звезды. То есть, чтобы мне прокачать на 4 звезду, надо пожертвовать, по-моему, тремя юнитами 3 звезд. Прикиньте, тремя юнитами 3 звезд. Да у меня всего только 2 юнита пока на 3 звезды. Поэтому, да, сейчас я там прокачиваю юнита именно на 3 звезды. Плюс еще докачаю еще там. Ну, короче, тактика у меня построена. В принципе, осталось немножечко только подкопить ресурсы. И да, у меня уже атаки закончились. В лиге я поднялся неплохо до второго места. Возможно, я когда-нибудь здесь и до первого доберусь. Просто чем выше место, тем лучше подарки каждый день нам присылают. Поэтому лучше держаться повыше. Не держаться внизу, лучше хотя бы немножечко, ну, а тачи, чтобы хотя бы, ну, первое, второе, третье место держать. И как я вам и обещал, я пооткрываю сейчас сундуки этих налетов и покажу, что в них есть. Но перед началом я покажу свой ангар, какие у меня танки есть. О чем я говорю, что у меня реально сейчас на данный момент только 2 танка 3 звезд. Реально только 2 танка 3 звезды. Да, много уже по 2 звезды. То есть на третью звезду я могу практически своих еще 2 юнитов моментально прокачать. Так, но еще мне пока это не надо. Ну, а вот на 4 звезды будет пока достаточно проблемно прокачать. Ну и сейчас, как и обещал, открываем сундуки. Посмотрим, что в них есть. 29, то есть я 9. 9 смогу сундуков открыть, покажу, что в них бывает. То есть вдруг кому интересно, что в этих сундуках от налета бывает. Из этих сундуков можно выбить только компоненты, которые в мехцехе можно превратить в наши боевые единицы. И здесь, как видите, пишется, сколько звезд и сколько компонентов мы выбиваем за одно открытие. И да, у меня были 2. Сейчас пошли по 3 звезды. И 1, 1 компонент все-таки на 4 звезды выпил. Реально офигенно. 4 звезды это очень круто. Но единственный косяк, чтобы построить с этих компонентов, например, на 4 звезды, надо дохренища таких компонентов. Потому что на 5 звезд, чтобы хоть одну единицу построить на 5 звезд, надо одних и тех же компонентов выбить 100 штук. 100 штук, Карлин. Я не представляю, сколько. Надо полгода играть, год, чтобы сделать хоть одну единицу. Чтобы выбить компонентов на 4 звезды, надо 50 штук, чтобы хоть что-то построить именно на 4 звезды. Но это тоже дохренища, блин. Чтобы построить какую-нибудь единицу на 3 звезды, вам понадобится всего лишь 20. Это уже, в принципе, реально. Ну вот, собственно, такое видео у меня получилось. Потачили сегодня в налете, потачили в лиге. Показал, как, куда, зачем вообще, как у меня это происходит. Какие у меня сейчас на данный момент войска есть. И показал, что из этих сундуков от налета, от лиги, если честно, выпадают реально только компоненты, которые пока собирать я, честно, не представляю даже как что-нибудь хорошее на 4-5 звезд пока нереально насобирают. Но у меня, собственно, все. Если вам видос понравился, если вы все-таки установили эту игруху и играете, не забывайте подписываться на канал, не забывайте писать комменты, не забывайте, конечно же, ставить лайки данного видео. Ну а с вами был Андрей Вар. Всем пока!